Итак, первые видео были направлены в первую очередь на знакомство с Азами управления Blender, то есть на базовое понимание взаимодействия элементов управления мыши с клавиатурой и рабочего пространства. Теперь можно обратить внимание на следующие функции и рассмотреть, каким образом мы получаем данные об изменениях, которые мы вносим в пространство моделирования и собственно виды этих изменений. Итак, для удобства взаимодействия с наблюдаемой моделью в правом верхнем углу окна находятся включатели и разные виды переключателей видов рабочего пространства. Первое, это вид на объект или на сцену как на сетку элемента, просто на сетку, прозрачный объект, либо черный, либо выделенный, подсвечен оранжевым. Выделение происходит, ну, традиционно ничего не изменилось, нажатием левой клавиши мыши. Соответственно, следующая иконка, это так называемый Solid Mode, который просто показывает объект в среднем состоянии, без сетки и здесь вот есть Toggle X-Ray, то есть прозрачность. Можно отключить прозрачность, можно включить прозрачность, и тогда мы видим объект насквозь. Вот включенная прозрачность, мы наблюдаем объект насквозь. Соответственно, следующее, это отображение материалов объекта, ну, в данном случае объект материал объекта белого цвета, поэтому пока мы потом коснемся системы создания материалов и и узнаем, как это делается. Соответственно, следующая иконка, включатель вида сцены со всеми включенными вместе элементами. В данном случае с освещением и, собственно, с материалом тоже. Иногда случаются разные варианты, когда, например, требуется быстро получить доступ к обратной стороне объекта. Мы включаем режим сетки и видим объект насквозь. Когда нам нужно посмотреть конечную форму объекта, мы можем тут же переключиться на режим объекта в его реальном состоянии с материалом, с его материальным состоянием. Также здесь находится еще меню, дополнительное меню, которые позволяют включать и отключать разнообразные элементы интерфейса. То есть, в данном случае, например, мы можем отключить сетку и просто увидеть всю сцену в целом. Или, соответственно, наоборот, мы можем не отключать сетку, а отключить иконки. И просто, например, чтобы увидеть больше пустого пространства в объепорте. Итак, прошлый ролик у нас закончился на том, что мы передвигали, перемещали объект, то есть, трансформировали его обычными средствами. В левой части находится окно режимов взаимодействия с объектом. Первый из них это режим объекта, object mode. То есть, по сути, это управление объектом как единого целого. То есть, это как раз то, что мы делали в прошлых роликах. То есть, мы его перемещали, мы его трансформировали, мы его поворачивали разнообразными способами. Следующий по очереди идет edit mode. То есть, режим редактирования самого объекта. Потому что любой трехмерный объект представляет собой. Меж, который является сочетанием трех основных, может являться сочетанием трех основных элементов. Это здесь подсвеченные иконки, можно сразу наблюдать. Первый это вертекс, это точка. Уже, собственно, по большому счету, один вертекс, это уже трехмерный объект. Ну, хотя еще не наполнен ни материалом, ничем. Но, в принципе, это объект, у которого есть параметры и параметры которого можно вносить изменения. Мы можем выделять объекты просто кликая на них мышкой, через shift соединять, делать группы, выделять группы объектов по одному, а можем выделять через shift, объединяя объекты, движением мыши. И, соответственно, еще существует клавиша A, которая выделяет все элементы объекта, которые находятся в режиме Edit Mode. Итак, в режиме Object Mode мы должны выделить объект, а потом перейти в режим его редактирования, в Edit Mode. Соответственно, когда мы находимся в режиме Edit Mode, мы не можем работать с другими объектами. Например, сейчас мы проведем дублирование, shift, D, горячие клавиши и, например, указываем ось, по которой мы будем проводить дублирование. Объект уже продублировался, нам осталось его только переместить. Мы его переместили. И вот у нас два объекта. Объект перемещается по оси X, и мы выделяем один объект. Вот так это все выглядит, например, в режиме Materia с освещением. И, соответственно, мы заходим в Edit Mode этого объекта, то есть в режим управления этим. Режим редактирования этого объекта, и видим, что второй объект не задействован. Задействованы только элементы объекта, которые мы выделили в режиме Object Mode. Соответственно, мы возвращаемся в режим Object Mode, можем выделить другой объект, тоже выйти в режим Edit Mode, и тоже работать с его элементами. Соответственно, если мы выделим два объекта, и войдем в Edit Mode, то, соответственно, мы можем редактировать два наших объекта вместе. Вот таким образом. Пока удалим один объект, просто кнопкой Delete, оставим один куб, посмотрим, что мы можем сделать с ним в режиме Edit Mode. То есть разберем чуть более подробно. Итак, выделяем объект, переходим в режим Edit Mode, и переходим в режим сетку, чтобы нам было просто яснее видно. Следующая иконка у нас Edge, то есть грань. Точно так же мы можем выделить грань кликом мышки, можем через Shift выделять, прибавляя по одной, и, соответственно, мы можем делать те же операции, что и с самим объектом. То есть мы можем перемещать, например, в данном случае, например, G по Z. Мы перемещаем объект. Вот у нас перемещаем элемент объекта, и теперь у нас не куб, а, соответственно, параллитик. И, соответственно, мы можем, например, изменять его форму, Skyl, то есть размер таким вот образом. Мы можем его поворачивать. То есть, естественно, мы поворачиваем группу этих объектов. Вот такой вид приобрел наш объект. После того, как мы в режиме редактирования в EditMod изменили параметры его частей. Перейдем еще раз в EditMod и обратимся к третьей иконке, которая называется Face. Собственно, Face. Это плоскости между гранями и вертексом. Точно так же мы просто можем перейти в Edge и взять один элемент и сделать с ним то же самое, что с самим объектом. Можем перейти в Face и взаимодействовать с плоскостью как с отдельным объектом. И посмотреть его в любых из трех режимов. То есть в сетке Solid через какую-нибудь прозрачность. Соответственно, посмотреть на материалы. Конечно, у нас здесь все белое. или посмотреть его с освещением. Точно так же в этом окне находится еще несколько режимов. О них можно будет поговорить чуть позже. Сейчас можно отглянуть. То есть это объект, который называется Sculpting Mode. Режим скульптинга. Для того, чтобы работать в режиме Sculpting, нужно провести некоторые дополнительные операции. Есть Vertex Paint, Weight Paint и, соответственно, Texture Paint. Рисование по объекту. То же самое. нужно провести некоторые дополнительные операции. Наложить определенные материалы. И этим можно будет заняться чуть позже, чтобы было понятно, потому что это требует более подробного объяснения. В основном, в основном на начальном этапе и основная часть в принципе работы происходит в Object Mode и Edit Mode. И если мы сейчас поедем в Object Mode, стоит отметить еще четыре вкладки. Это View. Соответственно, в этой вкладке дублируется или дается возможность выставить на рабочее пространство окна, в данном случае с инструментами, с разнообразными дополнительными элементами. Можно их отключать, включать, то есть формировать визуальное пространство, так как удобно пользователю. В вкладке Select соответственно, мы можем делать, то есть мы можем выделять объекты и совершать над ними некоторые операции. Соответственно, все это в определенном случае бывает полезно и ускоряет работу, когда нужно сделать что-то достаточно быстро. И третья вкладка, она одна из самых важных, для рассмотрения это вкладка добавления объектов в рабочее пространство моделирования. Итак, сейчас мы удалим объект и посмотрим вкладку добавить. Первое у нас идет в вкладке раздел Mesh, то есть трехмерные объекты Mesh. Первое идет Plane, это просто плоскость, с ней можно делать достаточно все те же манипуляции, как и с обычным объектом. Вот в некоторых случаях полезно начинать или использовать объект плоскость. Соответственно, второй у нас идет куб, уже знакомый, вот с ним тоже все точно так же. Дальше существуют Mesh, это круг и еще несколько таких, как UVsfera, Ecosfera, Cylinder, Conus, Torus, Grid и Mascot Обезьяна Сюзанна, то есть Mascot самого Blender. такая героиня, которая довольно часто присутствует в роликах. Кроме того, в обкладке Add есть разделы кривые, которые могут быть самыми достаточно разнообразными от кривые без E, то есть которые можно изменять, они достаточно часто используются совершенно разных разными способами. Еще вкладка Surface, Metabose и так далее, добавление текста, арматура это для скелета, соответственно Empty, еще дополнительные элементы пустышки, которые позволяют формировать пространство невидимых элементов, соответственно конечно добавить имиджи, то есть импортировать, добавление светов, элементов освещения, таких как Point, прямое освещение, Sun, Source, Spot, направленное освещение, Aria, плоское освещение и например камер, потому что камер может быть не одна, а столько сколько нужно. И соответственно еще одна последняя вкладка это Object здесь то же самое здесь дублируются все основные взаимодействия с объектом, кроме того еще существуют всякие разнообразные дополнительные о которых мы потом обязательно поговорим. На этом ролик нужно заканчивать и в следующем ролике разобрать находящую справа панель коллекции которая дает возможность взаимодействовать и отображает наличие иерархии в системе элементов сцены а также рассмотреть панель сеттингов разных параметров связанных с объектами. Таким образом спасибо за внимание и встретимся в следующем ролике. спасибо. Спасибо.